Здорово, Димны! Симка и врачи, день хуй пойми какой. Любителям глотать большие длинные шланги посвящается. Мы сдали узибрюшную полость, мы глотнули зонт, мы сдали кровь. Из всего этого мне сказали, а хер его знает, что там с тобой случилось. Сказал зонт, у меня небольшое воспаление желудка. Почему? Да хер его знает. Кто так говорит, хилактобактерия, кто так говорит, херовая еда. Вы серьезно? Я кроме вареного ни хрена не ем. Я не помню уже, когда по сей раз хоть кого-то жарил. Скорее всего, это какое-то осложнение из детства, которое обострил ковид. Плюс еще возможны эксперименты на сушке, когда я убрал все жиры нахрен, за счет чего моя слизистая могла пострадать и поэтому получила воспаление. Вариантов миллиард. Будем разбираться, расскажу, что и как я нашел. Плавно перейдем на тему вашего же здоровья. Влияет ли курение на массу? Да нет, не сильно. Если курите немного, одну-две сигареты в день ничего с вами не станет. С кальяном та же херня. Если вы пьете редко, это также на ваши мышцы в принципе не влияет. Но алкоголь и курение может влиять на твое ЖКТ, на твой кишечник. И за счет этого ты не сможешь нормально жрать, тем самым набрать мышечную массу. Понимаешь, к чему я клоню? Чем лучше твое состояние, тем ты просто более продуктивен и сможешь больше потренироваться, больше восстановиться, лучше вырасти, либо просушиться. Если у вас предрасположенность к тому же самому воспалению, либо гастриту, курение, алкоголь, будут вызывать обострение. Из алкоголя может быть рефлюкс. Если вы живете какую-то херню, у вас могут быть проблемы с ЖКТ, где тонко там рвется. Можно ли худеть на тортиках? Можно. Но вопрос в том, как ваше здоровье к этому всему отнесется. Да, если вам лет 15-20, в принципе да похер, с вами ничего не станет. Если вы уже почтенного возраста к 30-ке, то скорее всего, ваш организм рано или поздно пошлет вас нахер. И худеть на тортиках у вас-то получится, но потом вы уже не захочете быть ни сухим, ни худым, никаким. Вы просто будете хотеть жить. Вот поэтому питаться нужно правильно, сбалансировано, немного, немало, не перебирая с калорийностью, не уходя в дикие сушки. Просто поверьте мне, когда вы будете чувствовать себя херово, вы не будете хоть ни результата, ни женщин, не въебываться на улице своим прессом. Чем лучше твое состояние, тем более ты мотивирован и более продуктивен будешь на долгосрочную перспективу. И лучше об этом задуматься сейчас. И пока не поздно, я могу у тебя взять, объяснить, как это работает, сколько, зачем, куда и почему, чтобы ты не срал свой организм и не купил себе курс у какой-нибудь фитоняшки, которая будет сушить тебе на 1300 калорий, поедая только барак или гречку. Вот тебе ссылка, напиши мне, я возьму тебя на видение. Что по ценам, как это будет происходить, спроси у меня в личке, я тебе отвечу. Берегите себя, мои хорошие, здоровье важнее красоты.